Король воскликнул! Масло! Отличнейшее масло! Я так его люблю! Поэтический праздник собрал полный зал. Тут и учащиеся начальной школы, многие из которых выступают на сцене, учителя и родители. Последние, кстати, в большинстве своем и сами любят Маршака, и детям прививают его творчество. Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. Очень интересно пишет, детям нравится, учится легко и все получают удовольствие. До сих пор читаю его стихи. Я считаю, что это творчество, оно, скажем так, не на года, а на века. Марина Алтухова пришла посмотреть на выступление сына Пети. Во время прочтения стихотворения «Усатый полосатый» очень переживала за своего первоклассника. Но напрасно. Вся команда справилась на отлично. Сначала мы репетировали без кошки и без действий. Потом нам подписали действия. А потом мы вчера репетировали с действиями. Но только кошку забыли принести. А вот сегодня принесли кошку. Самуил Маршак по праву считается одним из ярких представителей советской литературы. Он был и тонким лириком, и прекрасным детским поэтом, и талантливым переводчиком. Его книги читают уже на протяжении ста лет. Готовясь к концерту, каждый имел возможность глубже познакомиться с Самуилом Маршаком, строки которого на слуху у многих. И, возможно, после участия в празднике ребятам захочется узнать о поэте больше. Очень было много репетиций. Не успевал я. Очень хочется в дальнейшем узнать побольше о Маршаке. В каждом классе есть свои артисты. И, конечно, не всегда есть возможность на уроках раскрыть свои актерские способности. Зато подобные мероприятия способны открыть новые таланты. Детям очень интересно. Да, меня даже удивляет, что, невзирая на современные заманухи детские, они любят стихи, с удовольствием их учат и с удовольствием выходят на сцену. 2017-й объявлен в России годом Маршака. На этот год запланировано множество важных и больших мероприятий и проектов по всей стране. И этот, казалось бы, маленький концерт «Капля в море» способен открыть разнообразный мир поэзии Самуила Маршака и увидеть знакомые стихи по-новому. Татьяна Брылова, Владимир Андреянов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.